Всем привет! Вы на канале Coin22. Меня зовут Андрей и мы продолжаем серию уроков о Binance. В предыдущих роликах мы разобрали с вами такую вещь как лаунчпады. Так что если ты не видел, обязательно посмотри. Узнаешь как можно зарабатывать деньги, просто держа BNB в своем портфеле. А если ты вообще новичок и понятия не имеешь с чего начать, тогда открывай плейлист уроки Binance. Здесь вся информация с самого начала от регистрации и верификации до торговли на спотовом и фьючерсном рынке. Сегодня же мы разберем такую интересную тему как криптозаймы. И в этом видео ты узнаешь, как взять криптозайм, что тебе для этого нужно, в каких случаях криптозайм будет полезен, а в каких нет. Разберем все подводные камни и прочитаем весь мелкий шрифт. Перед тем как мы начнем, я попрошу тебя поставить лайк, ведь тем самым ты поддержишь этот канал, а меня замотивируешь выпускать все больше новых интересных видео. Тебе спасибо, а мы продолжим. Если вы понимаете, как работает обычный кредит в банке, значит вы с легкостью поймете, как работает криптозайм. По сути это одно и то же, но есть небольшие отличия. На протяжении видео будем разбираться. Чтобы взять криптозайм, нам нужно зайти во вкладку финансы. Криптозайм. На главном меню с левой стороны нас встречает окно. Хочу занять. Это та криптовалюта, которую мы хотим занять. Время, на которое хотим взять криптовалюту. И самое интересное, это сумма обеспечения. Сумма обеспечения это сумма страховки вашего займа. Объясняю простыми словами. Когда вы берете кредит в банке, его вам могут выдать под залог имущества. В случае, если вы не в состоянии погасить кредит, у вас заберут ваше имущество. А на Binance у вас заберут вашу сумму обеспечения. Сумма обеспечения должна быть на 50% больше от суммы займа. Этот пример наглядно видно на двух стейблкоинах. Видите, чтобы занять 100 долларов, у нас на счету должно быть 150 страховочных денег. Точно так же работает и с другой криптовалютой. Правда, есть небольшая разница на определенные токены, сумме обеспечения и комиссии. Если хотите больше знать о процентах, нажмите на кнопку «Больше данных о займах» и здесь будет вся информация на каждую монету. Читайте и выбирайте для себя самую удобную криптовалюту. Кстати, если ты еще не зарегистрировался, тогда переходи по ссылке в описании и получай 5% кэшбэка на все торговые операции Binance. Поверь, при торговле это очень крутой бонус, который поможет тебе экономить уже на старте. Но давайте вернемся к криптозайму. В правом окне у нас есть такая надпись, как «Начальный LTV». Это соотношение займа к залогу. То есть, как здесь написано, если процент LTV 65, это хорошо. Ну а если у вас сумма обеспечения уменьшится в цене, LTV станет 75%. То вам придет предупреждение пополнения обеспечения во избежание ликвидации. Если LTV доходит до 83, происходит ликвидация. Чтобы избежать ликвидации, важно следить за ценой вашего токена. Наглядно видно, что если я возьму за сумму обеспечения Ripple, и если Ripple упадет в цене до 56 центов, то моя позиция ликвидируется. Так что обязательно контролируйте этот момент. Также вы можете заметить, что здесь есть почасовая и дневная ставка. Что очень удобно. Любой займ можно закрывать досрочно, хоть через 3 дня, 5 часов. Система все высчитает и снимет с вас процент. Дальше это сумма процента. Это сколько вам нужно будет заплатить комиссию. В нашем случае это 35 центов за 7 дней кредита. И как вы можете заметить, чем больше срок, тем больше комиссия. Это логично. Если цена упадет, это понятно, что нужно делать. А кто-то может спросить, что если я взял не USDT, а BNB, и он вырос в цене. Ответ очень простой. Вы брали BNB, значит вам нужно и отдать BNB. Плюс комиссию тоже в BNB. Так что если вы свои BNB обменяли на другую криптовалюту, то знайте. По окончанию кредита вам нужно менять все обратно и отдавать займ в той валюте, в которой брали. И по поводу заемных средств. Можете делать с ними все, что хотите. Конвертируйте, торгуйте, выводите. Сумма обеспечения все равно заморожена. Binance минус не уйдет. А теперь давайте все-таки покажу наглядно, как взять криптозайм и закрыть его. Минимальная сумма для займа это 100 USDT. Для суммы обеспечения я выбираю Ripple. Время. Смотрю проценты, которые мне нужно отдать через 7 дней. И нажимаю кнопку подтвердить займ. Читаю ордер, ставлю галочку и подтверждаю займ. Поздравляю, кредит успешно взят. Токены, которые вы заняли, можете посмотреть в своем кошельке. А теперь, как же нам закрыть займ? Я его закрою досрочно. Нажимаю на текущие ордера, видим кнопку погасить. Выбираем заимствованные монеты. Сумма погашения максимальная. Кстати, как видите, можно частично погасить кредит. Но мы заплатим полностью. Обязательно у вас на балансе должны быть монеты для оплаты комиссии. Вам возвращают вашу сумму обеспечения. Подтверждаете погашение займа. И все, поздравляю, вы погасили кредит. А теперь давайте разберемся, в каких случаях может понадобиться криптозайм. Первый пример – ваша позиция в убытке и вы не хотите закрывать ее раньше времени. А вам срочно нужны монеты для торговых операций. Тогда вы берете займ на определенное время и торгуете. При этом свой криптопортфель вы не трогаете. А после того, как заработали, вернули займ. Второе – это использование криптозайма как потребительский кредит. К примеру, до зарплаты месяц, кушать нечего, срочно нужны деньги. Выход есть. Вы с легкостью можете взять займ на Binance. Здесь очень хорошие 1,5% в месяц. Про микрозаймы вообще можно забыть, у них 2% в день. Даже у некоторых крупных банков условия похуже. Так что кредиты на Binance очень достойные. Но вы скажете мне, тебе же нужна сумма обеспечения больше, чем сам займ. Кредит люди берут, когда у них вообще нет денег. Тогда какой смысл от займа? Я наоборот считаю, что обеспечение – это огромный плюс. Вы можете брать кредит, зная, что никогда не уйдете в минус. И никто вас не загонит в долг. Ведь кредиты нужно брать с умом. И точно знать, когда его отдавать. Благодаря обеспечению вы никогда не станете должником банка, и никто не заберет ваше имущество. Нет никаких бумаг с мелким шрифтом, где написаны секретные проценты. Все просто и прозрачно. Если говорить о минусах, это опять же волативность криптовалюты. Не выбирайте сумму обеспечения в очень волативных коинах. Ведь есть большая вероятность проснуться и увидеть, что ваш займ был ликвидирован. И не берите кредит на долгий срок. 30 дней – это более-менее нормально. Брать на больше уже достаточно рискованно. Но если обеспечение подкреплено стейблкоинами, тогда можно хоть и на полгода. Главное – все делать с умом и не бежать брать займ. Потому что ваш любимый блогер сказал, что какой-то токен даст скоро 100x. Запомните, единственное, что может дать 100x – это ваши убытки, если вы их будете слушать. Думайте всегда своей головой. При грамотном использовании заемных денег можно неплохо зарабатывать. Но это уже совершенно другая тема. Надеюсь, сегодня ты открыл для себя такой инструмент, как криптозайм. В следующем видео непосредственно перейдем к торговле на Binance. Затронем такие темы, как настройки торгового терминала. Купим и продадим криптовалюту в продвинутом режиме. Так что подписывайся и ставь колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Тебе удачи и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok